На днях мы проводили опрос на улицах Барнаула и выяснилось, что большая часть респондентов планирует провести свой летний отдых в Горном Алтай. Говорят, близко и это удобно. Но выбор мест для летнего отдыха нынче большой. И направления в России и зарубежные. Так куда и по каким ценам можно запланировать летний отдых? А кого даже при желании за границу не выпустят? Об этом поговорим сегодня в студии с Ольгой Решко, директором офиса «Пегас Туристик». Добрый день, Оля. Рада видеть. Добрый день. Я уже сказала, да, сейчас в подводке о том, что мы проводили опрос на улицах города и большая часть горожан склонялась к отдыху в Горном Алтае. Многие ли действительно наши алтайские туристы выбирают отдых в Горном? Потому что в последнее время его атаковали и москвичи, и гости из центральной части России. Нашим вообще что-то осталось и по каким ценам? Ну, мы, конечно, с вами счастливые люди, потому что у нас великолепная природа, у нас очень много теплых озер, у нас рядом Горный Алтай. И москвичам наша природа тоже понравилась. Еще в пандемию они увидели, что у нас можно прекрасно отдохнуть. И на сегодняшний день в Горный Алтай прилетает очень много самолетов с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Екатеринбурга. Но этот клиент очень любит хороший сервис, поэтому они заполняют пятизвездные, четырехзвездные гостиницы, им нужны очень хорошие номера. Наш алтайский турист более скромный, и поэтому на сегодняшний день очень много средств размещения, и в любом уголке Алтайского края и Республики Алтай мы можем отдохнуть. То есть все-таки в Горный, если даже сейчас кто-то там в июне, и даже в июле пожелает, места все равно найдутся? Конечно, есть и в Чемалии, есть и на озере Ая, то есть огромное количество мест, потому что у нас очень много сейчас туристических баз, кемпингов, которые обслуживают туристов. Ну вот мы немножко поговорили про Горный, но в России у нас же много сейчас интересных мест. Вот какие, что можешь посоветовать? Ну, хочу сказать, что барнаульцам в этом году повезло, потому что у нас продолжает выполняться полетная программа в Сочи, и можно поехать и в Сочи, и в Абхазию, и в Анапу, и в Крым, и в Геленджик через Сочи. Есть прямые рейсы. Хочу сразу сказать, что те клиенты, которые хотят отдохнуть на Черном море, в этом году намного выгоднее брать туристические пакеты, в которые уже входит перелет из Барнаула или из Новосибирска, трансфер, проживание в отеле и питание. Почему? Это дешевле, чем если клиент будет брать отдельно берет, отдельно отель, потому что туроператоры заранее выкупили блоки мест и в средствах размещения на берегу моря, и у авиакомпании, поэтому это получается дешевле. Тем более, еще, знаете, хотела предупредить, что в связи с тем, что сейчас спрос огромный и впереди летний сезон, появилось очень много сайтов-клонов, и те клиенты, которые сейчас в соцсетях себе бронируют какие-то средства размещения, нужно обязательно... Это мошенники прямо? Да, особенно если предлагают очень дешево, после того, как клиент забронировал себе тур, нужно обязательно это перепроверять и в санаториях, и на турбазах, и в отелях, потому что, как правило, клиент оплатил, ему присылают фиктивный ваучер, и его нужно обязательно перепроверить. И таких случаев много бывает? Да, вы можете посмотреть сейчас в соцсетях, очень много об этом пишут в интернете. Ну, Черное море, понятно, все привыкли, плюс Абхазия, я так понимаю, кроме Сочи, самые необычные туры по стране, потому что у нас же люди, ну, не только на море, допустим, да, любят ездить, и даже летом. У нас даже с вылетом из Барнаула появились экскурсионные программы, когда ты за два путешествия можешь уже посетить два курорта. Например, Барнаул, Казань, Махачкала. То есть ты можешь и посмотреть экскурсионные возможности Дагестана, а мы знаем, что там великолепная природа, плюс отдохнуть на Каспийском море. Или, например, Барнаул, Казань, Грозный. То есть очень много комбинированных туров, когда ты за одно путешествие смотришь очень много экскурсионки и что-то новое опознаешь. Ну да, интересно. И Дагестан, по-моему, сейчас это очень такое достаточно популярное направление. Куда может поехать у нас, ну, скажем так, среднестатистическая семья? Если берем среднестатистическую семью, то достаточно доступные цены на сегодняшний день в Абхазию, в Сочи, в гостевые дома. То есть клиент, семья, допустим, два взрослых и один ребенок могут отдохнуть примерно 40 тысяч на человека. Сюда уже входит перелет, сюда входит проживание, а в некоторых гостевых домах это трехразовое питание. То есть это 120-150 тысяч рублей на 9 дней можно отдохнуть в гостевых домах в Абхазии. Это мы говорим по России, да? Это мы говорим с вылетом из Барнаула. Можно еще из Новосибирска, например, вылететь. Совершенно верно. Там будет еще подешевле, я так понимаю. Да, еще дешевле будет. Затем экскурсионные туры. Вот экскурсионные туры из Барнаула, из Новосибирска, где-то порядка 55 тысяч на человека, это на 10 дней. То есть я считаю, что это тоже очень доступная цена. Ну, по сегодняшним ценам. Да, по сегодняшним ценам. Да, если смотреть, сколько там что стоит в магазинах и тому подобное. Ну и, конечно, самый дешевый вариант отдыха на море – это Дагестан с вылетом из Новосибирска. То есть там есть турпакеты, два взрослых, один ребенок, стоимость 112 тысяч рублей. А это турбаза на берегу в Зеленоморске, где очень хорошие песчаные пляжи. А это потому, что еще не раскусили, что это интересное направление, вот так дешево? Или это будет так долгое время? Нет, это не долго, потому что сейчас в Дагестан будут вкладывать деньги, строить отели, строить дороги, как в горные. Но в этом году, так как это второй год полетная программа, в этом году еще отели, авиакомпания дали отличные цены. И причем там тоже те же турпакеты, когда вас с аэропорта прямо доставят в отель. Так что я вот думаю, нужно обратить внимание на Дагестан, потому что я вот планирую, может быть, в следующем году. Сейчас немножко уже поговорили о том, что народ чаще всего в последнее время любит бронировать сам. Да, покупает билеты, бронирует там номера в отелях. Тем не менее, у нас турагентства по-прежнему существуют, и они по-прежнему популярны. Но вот почему, ну да, мошенники, почему они должны прийти именно к вам, а вот не самостоятельно заказывать? Вы знаете, в турагентство приходят те туристы, которым нужна надежность, которым нужна экспертность, которым нужна предсказуемость. И пандемия уже показала туристам, что те клиенты, которые купили турпакеты в турфирмах, и когда остановили полностью все полеты, туроператоры быстро организовали чартерные рейсы и из всех уголков мира вернули туристов на родину. А вот те как раз туристы, которые отдельно покупали билет, которые отдельно покупали отель. И когда остановилась вся полетная программа, у них были большие проблемы, это было очень затратно, а некоторые туристы даже только через полгода смогли вернуться на родину. Поэтому, конечно, турфирма – это надежно, плюс экспертность. Вот, например, я в своей туристической компании перед сезоном тех направлений, которые любят наши алтайские туристы, оплачивают командировки своим сотрудникам. И они едут, смотрят, как готова инфраструктура, как готовы отели, какие новинки, может быть, где-то идет ремонт и так далее. То есть мы знаем все нюансы на курортах. Проверено на себе, в общем. Да, проверено на себе. Пожалуйста, пусть свои туристы тоже едут. И поэтому, конечно, мы можем подобрать клиентам тур цена-качество. С вылетом из Барнаула, мы тоже уже начали говорить, много ли у нас сейчас направлений? С вылетом из Барнаула, как я уже сказала, есть Сочи, через Сочи можно уехать на Черное море, есть Казань, через Казань можно экскурсионные туры. Плюс в этом году у нас из Барнаула полетела Турция. То есть мы можем слетать на Средиземное море. К сожалению, цены Барнаула проигрывают Новосибирску. То есть Новосибирска иногда на 20, иногда на 30 процентов улететь можно дешевле. Но если брать среднестатистическую семью, в принципе, в июне, в конце августа, сентябрь можно улететь в отель 4 звезды, 2 взрослых плюс 1 ребенок. Где-то до моря метров 100-150, ну порядка 250-280 тысяч на семью. Вот еще такой вопрос, да, у нас в конце 2023 года вступили в силу поправки к закону, который регулирует выезд за границу. И не знаю, мне кажется, многие об этом уже знают, но вдруг кто-то не слышал. Если есть в паспорте какая-то ошибка, то получается человек не сможет выехать? Я имею в виду сейчас загранпаспорт, естественно. Знаете, я всем клиентам, которые планируют лететь за границу, рекомендовала бы на сегодняшний день посмотреть свой загранпаспорт. Особенно паспорт, который действителен на 5 лет. А почему именно этот? Ну, потому что эти паспорта, как правило, делают по месту их выдачи. То есть паспорта на 10 лет все-таки это автоматически практически делают, делают их в Москве, а те паспорта, которые на 5 лет, делают местные сотрудники. И из-за того, что был огромный объем, видимо, случилось так, что были некоторые ошибки. В прошлом году была как раз такая история, что делали здесь, когда не было возможности биометрию сделать паспорт. А какого рода вообще ошибки бывают? К сожалению, некоторых туристов уже не выпустили в Новосибирске, поэтому нужно обратить внимание на номер паспорта. Он должен совпадать в правом углу паспорта, есть номер. Он должен совпадать с номером, который находится под фотографией. Еще, что очень важно, ваша фамилия, имя, отчество, которые написаны в российском паспорте, в загранпаспорте должны быть написаны точно так же. И если у вас там есть буква ЙО, то в загранпаспорте тоже должна быть буква ЙО. На вот эту букву нужно обратить внимание. Плюс... Так там же по-английски, по-моему, пишут. Там по-русски, а потом по-английски. Так вот, все проблемы как раз в написании по-русски в загранпаспорте. И еще на что хотела бы обязательно обратить внимание. Если клиент нашел какую-то ошибку или что-то его беспокоит, я рекомендую обязательно сходить в паспортный стол по месту получения паспорта и обязательно все уточнить. Еще есть где ошибки места рождения клиента. То есть обязательно должен правильно быть написан город и область. Это очень важно, поэтому рекомендую всем проверить свои загранпаспорта и отдыхать с удовольствием. Причем прежде, чем вы купите путевки. Конечно. До того как. Есть еще вероятность невыезда у другой категории, у должников. Кто-то думает, ой, ну я там не заплатил, но деньги нашел на отдых, поеду отдохну. За какие вообще долги и за какие суммы могут не выпустить за границу? Конечно, свою финансовую составляющую тоже перед выездом нужно проверять. Потому что если у вас есть долги по налогам, если есть долги по ЖКХ, если есть долги по ГИБДД, то от 10 до 30 тысяч долга вас уже могут не выпустить. Если на вас уже открыто судебное производство приставами. Причем я рекомендую проверять это не за 2-3 дня до вылета, а как минимум за 2 недели. Потому что существует, даже если вы оплатили долг, существуют юридические формальности. И ваша фамилия в таможенные службы, в список, что вас можно выпускать, она поступит где-то недели через 2. Поэтому заранее, пожалуйста, и проверяйте свой паспорт, и свои долги. И я думаю, не за 2 недели, а вообще за месяц, а то и раньше надо все это проверить. Согласна с вами. Потому что, ну мало ли. Вот еще вопрос такой, да, хочется поехать человеку. Ну реально хочется, средств не хватает. Вот как можно в данном случае поступить? Ну, во-первых, я хочу сказать, что при оплате тура существует рассрочка прямо туроператора. Если, допустим, клиент на сентябрь месяц хотел бы забронировать, или даже на ноябрь, на декабрь сейчас некоторые клиенты уже бронируют. И кто-то бронирует Новый год. Во-первых, предоплата всего 10-20%. А потом в течение двух месяцев, двух с половиной месяцев можно уже частями оплатить этот тур. Это очень удобно. То есть это рассрочка. Рассрочка. Какой-то там не кредит, который люди берут. И плюс еще есть банковские услуги. Есть еще у нас есть контракты с банками, которые дают и кредит. Всего переплата 1% в месяц у клиента, туристический кредит. И есть рассрочки, когда тоже клиент, если ему, допустим, не хватает какой-то определенной суммы, то есть это может все субсидировать банк. И потом в течение года можно будет рассчитаться. То есть вариантов очень много. В общем, если есть мечта поехать на море или там куда-то, я не знаю, в какой-то российский город, в котором никогда не был, ну, сегодня чем-то пожертвуете, завтра сможете поделиться впечатлениями. Конечно. Если сравнивать статистику, допустим, до пандемийного времени, да, и сегодняшнего, процент путешествующих, он вообще снизился, либо нет? Вы знаете, он переориентировался. То есть до пандемии было открыто очень много стран. И практически каждый второй клиент мог позволить себе куда-то поехать, попутешествовать. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас очень увеличился спрос на наше Черное море. Я могу сказать, что объемы увеличились где-то примерно в два или в три раза. Сейчас очень многие клиенты любят отдыхать недалеко от дома. Поэтому пользуются спросом и наше Яровое, и пользуются спросом и Обское море, и Горный Алтай, потому что многие клиенты Белокурих, они хотят куда-то уезжать далеко. Но, тем не менее, тем клиентам, которые хотели бы отдохнуть на Средиземном море, те клиенты, которые бы хотели слетать в Таиланд, полетные программы тоже выполняются и из Барнаула, и из Новосибирска. И поэтому сейчас, в данный момент, пора уже планировать отпуск однозначно, потому что уже идет высокий сезон, и с каждым днем дорожают и отели, и авиакомпании. И самое главное, заканчиваются места в отелях, которые цена-качество. Поэтому подумать о отпуске нужно уже сейчас. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Ольгой Решко, руководителем туристической компании.